Итак, друзья мои, добрый день! Вы на канале Блогермен. Как на телефоне Xiaomi спрятать приложения, сделать так, чтобы они были невидимыми. То есть, вот есть какое-то приложение, допустим, галерея, да, там, или Инстаграм, или ТикТок, неважно, Ютубчик. Мы хотим скрыть это приложение с рабочего стола, чтобы оно не было видно, кому попало, да, кому, я не знаю, там, вздумается. Значит, что мы делаем? Все очень просто. У меня телефон Xiaomi на 1201 MIUI Global, у вас может быть, в принципе, плюс-минус, даже, по-моему, на 10 MIUI это было. Так что, ничего страшного. Во-первых, ребят, не забывайте поставить лайк, чтобы стоял, чтобы у вас стоял, и чтобы у меня стоял. Это очень важно. Я проверял, работает. Вот поставьте, посмотрите, встал ли. Лайк, ребят, должен стоять. Спасибо за взаимность и за общую заботу. Что мы с вами делаем? Мы с вами идем, значит, на вот главное меню. Есть вообще два способа скрыть приложение. Есть глобальное, то есть, прям, скрыть весь рабочий стол, да, чтобы он не был видим, видимым кому-либо. То есть, вы можете такую двойную жизнь вести. Для, допустим, всех, кто взял ваш телефон в руки, у вас одни приложения, а для себя, там-то, у вас другие приложения. Это такой способ, называется, второе пространство в Xiaomi, да. Это когда не одно приложение скрываешь или два, а все, когда скрываешь. Идем в особые возможности. Второе пространство. Короче, создаются второй сервис с Google аккаунтами. Вот вы там можете в новые аккаунты войти, новые приложения скачать, установить и так далее. Короче говоря, классная вещь. Пользуйтесь, если хотите. Если вы, вам необходимо скрыть только одно-два приложения. Идем в безопасность. Здесь у нас будет, кстати говоря, я бонусом покажу, как дублировать приложение. То есть, сделать два одинаковых похожих приложения. Это очень иногда нужно, да. Защита приложений. Смотрите, у нас есть, во-первых, способ поставить пароль на приложение. Вот этим способом, да. Или скрыть вовсе приложение. Либо поставить пароль. Давайте, обезопасьте ваши данные защиты приложения. Ключить. Он вас просит задать отдельный графический ключ, ребят. То есть, это не тот графический ключ или пароль, который у вас для входа в телефон используется. А прям отдельный. И в этом прелесть. Давайте зададим, я не знаю, ну, пускай будет, допустим, вот так вот, да. Так, нарисуйте графический ключ повторно. Вот так вот, бам, все. Далее. Добавьте Mi Account. Не сейчас. Ну, я рекомендую, конечно, это прислушиваться, что он вам советует, да. Потому что, если вы забудете пароль, да, графический ключ от этого отдельного, да, защиты приложений, Mi Account поможет вам сбросить его. Так, все. Выберите приложение. Используя защиту, вы выбираете приложение, какие хотите защитить паролем. И, используя защиту, ставите. Я снимаю галочки с этих приложений, потому что мне это не нужно, да. Так, использовать отпечаток пальцев, ребят, можно настроить. Во-первых, вот здесь вот. Все. Мы с вами по настройке прошлись. Вот все наши приложения. Кстати говоря, рекомендую вот сюда сходить, в шестереночку. И здесь скрывать уведомления, убрать. Если вам нужно, чтобы это все было видимо. Получать рекомендации, убрать. Рекомендую. Это реклама. Смотрите, ребят, что нужно сделать, чтобы скрыть приложения, а не защитить их паролем. Скрытие приложений. Идем вот здесь. Скрытие приложений. Эта функция позволяет скрыть значки приложений, чтобы они не отображались на рабочем столе. Нажимаем начать. И выбираем любое приложение. Давайте для начала посмотрим, какое у нас приложение есть, какое мы хотим скрыть. Допустим, пусть это будет приложение, ну, заметки, да, я не знаю. Ну, или давайте отправимся вообще туда в целом и посмотрим. Еще раз показываю защиту приложений. Вот такой у нас графический ключ. Мы скрываем. А, ну, видите, заметки недоступны для скрытия. А, все, я понял, ребят. Доступны внешние приложения, которые можно удалить. И некоторые внутренние. Допустим, Google Photo, видите, можно скрыть, да. Другие приложения, увы, нельзя скрыть. Есть другой способ скрыть там галерею, встроенные приложения. Есть другой способ. Если хотите увидеть, ставьте лайк. Я сниму видео с продолжением, покажу, как это сделать. Вот, это тоже вообще просто на телефонах селми сделать. Но, если вам нужно скрыть, так сказать, внутренние приложения, вы просто поставьте на них графический ключ новый. Все, ребят, никто не сможет туда зайти, посмотреть. Но я думаю, что большинству людям нужно именно скрыть какие-то игры, да. Или какие-то приложения, там, я не знаю. От братьев, сестры, родителей. Ну, я не знаю, для чего это нужно. Кому напишите в комментариях, что вы хотите добиться этим самым. Мне будет интересно, ребят, почитать. Действительно, у меня, я в догадках, что это такое, что вы хотите сделать. Давайте Яндекс скроем. Так, разведите два пальца, на экране появится сообщение с просьбой ввести пароль. После ввода пароля появится папка со скрытыми приложениями. Понятно, все. Все, видим, пропало у нас приложение. Давайте вот так вот разведем двумя пальцами на экране. Вводим наш графический ключ. И видим скрытое приложение Яндекс. Можем войти в него, либо управление приложениями и раскрыть его, так скажем, миру. Оно у нас появляется вот здесь, да, на главном рабочем столе, ребят. Все, как видите, способ абсолютно рабочий. Да, не для всех приложений, но для большинства приложений он работает. Есть еще способ, давайте я вам так скажу, в Play Store, в Play Market идете, да. И там можно написать скрыть приложение, скрытие приложений. Там будут приложения разные, которые позволят, в общем, вы их установите. И вы можете скрывать приложения с помощью именно внешних таких вот приложений, да, настроить. Там можно и галерею скрыть, и саму же даже безопасность и так далее. В общем, ребят, пользуйтесь на здоровье, как говорится, да. Что самое прелесть в этом, тут отдельный графический ключ ставится. То есть, кто захочет раскрыть ваши приложения скрытые, встретиться с... И даже если он знает, что можно войти в это скрытое меню, потребуется ввести новый графический ключ, который вы сами и зададите же. То есть, это не тот, который вы для телефона используете для разблокировки, да, а новый графический ключ. И человек, скорее всего, его не знает, который хочет получить доступ к скрытым вам приложениям, да. А как сделать так, чтобы вообще запутать человека, так скажем, и чтобы он не нашел скрытые приложения. Вернее, он даже, ну, как бы не начал искать. Это такая метод следака назовем. Мы что делаем? Мы сейчас идем в безопасность. И здесь будет клонирование, ребят. Смотрите, клонирование приложений. Создаем, допустим, клон Яндекса. Создать. Создание клона приложения. Прямо сейчас клонируется приложение. Я думаю, многие уже поняли, что мы будем делать. Каким способом путать именно, да. Вот. Создание клона приложений идет. До сих пор что-то долго. Обычно, на самом деле, я прямо сейчас аж немного растерялся, сейчас сказать. Вот. Мы что делаем? Мы идем в зад. Идем в защита приложений. У нас, давайте, во-первых, проверим, создалось два приложения. Два. Два приложения, видите, создалось, да. Мы идем с вами в безопасность. Защита приложений. Здесь вводим графический ключ. Идем в скрытие приложений. И видим, у нас два приложения. Это будет пускай пустое. Вы им не пользуетесь. А тут все ваши поисковые запросы, все загрузки, закладки и так далее. Вы его скрываете. Все. У вас только остается одно. Но человек, который хочет вас проверить, заходит в это приложение, чтобы найти какие-то данные ваши. Ничего не находит. Думает, что вы не пользуетесь, значит, этим приложением. Все. А у вас-то, вот здесь вот, оказывается, вы знаете, есть другое приложение. И вот дублированная, да. Копия, которым вы на самом деле и пользуетесь. И там все ваши данные хранятся. Вот так мы... Сами вот задумайтесь, да. Рабочая ли история. Я проверял на человеке. Это действительно оказалась рабочая история. Человек в основном перестает что-то подозревать. То есть, если хочешь убедить человека в правде, да, то есть, дай ему правду, которую он ищет. То есть, если вы просто скроете приложение, он будет искать. Он знает, что оно у вас есть. Он видел, что вы им пользуетесь. Значит, вы его скрыли. А если он видит, что оно все-таки есть, он как бы удовлетворен. Он догадывался, что оно у него есть. Я точно знаю. И да, вот, он убедился в своей правде. Значит, он удовлетворился всего, ребята. Он не будет искать дальше никакие, так сказать, подозрительные истории. Так что, пользуйтесь способом. Это немного... Плюс мы психологию подмешали, да, во все это. Я убежден и уверен, что вам этот способ был полезен. Вернее, три способа разных, да, я показал. И все-таки я могу снять продолжение, конечно. Если кому-то это интересно, пишите обязательно в комментариях. Дайте мне знать в комментариях, что нужно снять продолжение. Напишите, блогермен, давай продолжение. И я сниму. Ставьте лайк обязательно, чтобы не пропустить выход на моих видео. Чтобы стоял. Это очень важно. Ребят, подписывайтесь на канал блогермен и ставьте колокольчик, чтобы когда выйдет новое видео, да, на канале блогермен, вы его, соответственно, в свою очередь не пропустили ни в коем случае. Потому что это, ну, где-то процентов 99 тысяч с половиной будет полезный видеоконтент, который познакомит вас с многими фишками, порой даже скрытыми на вашем телефоне Xiaomi, да и не только в целом Android, даже iPhone. А мы с вами, как всегда, безусловно прощаемся. Но в то же время, скоро, безусловно, и снова увидимся. Ребята, не забывайте, кстати, писать в комментариях модель своего телефона, задавая какой-то вопрос. Мы с вами скоро, безусловно, увидимся. Я желаю вам всего самого отличного, хорошего настроения, удачи и до скорого. До свидания.